В Вышнем Волочке после ремонта открылось новое помещение филиала МФЦ. Он является самым крупным в Верхневолжье за пределами областного центра. В первый рабочий день учреждение посетил глава региона Игорь Руденя. Губернатор пообщался с персоналом многофункционального центра. Осмотрел созданный филиал и учебный класс, а также понаблюдал за обслуживанием первого в новом помещении клиента. Из Вышнего Волочка материал Никиты Васильева. Для мамы шестерых детей в Волочанке Галины Петровой 14 января в особенный день. Женщина пришла в новый офис МФЦ, открывшийся на улице Урицкого муниципального центра, чтобы воспользоваться одной из действующих региональных мер поддержки. Получить сертификат на предоставление автомобиля многодетным семьям. Галина рассказала, что машина необходима ее семье для того, чтобы возить старших детей на тренировки из секции, расположенной далеко от дома. Женщина призналась, что она очень довольна качеством обслуживания в новом офисе МФЦ. Волочки такого еще не было нигде, наверное. Большой, чистый. На черде теперь не будет. За обслуживанием первого клиента в новом офисе МФЦ лично наблюдал глава региона Игорь Руденя. Именно по поручению губернатора Вышневоловский филиал был переведен в новое помещение в центральной части города. На сегодняшний день он является самым крупным в Верхней Волочи, за пределами областного центра. Игорь Руденя осмотрел созданный в филиале учебный класс на 12 оборудованных мест. Курсы по повышению квалификации здесь смогут проходить сотрудники МФЦ из районов, расположенных в Удомле, Балагом, Фирове, Спирове, Затоозерном, Максатьхе и Лесном. Здесь будет 15 окон обслуживания. Филиал оборудован всем необходимым для обеспечения маломобильных категорий граждан, всем необходимым для предоставления услуг, которые раньше были жители Вышнего Волочка лишены. В том числе получение паспортов, водительских удостоверений. В филиале МФЦ теперь тоже есть такая возможность. Единовременно принимать документы можно у 15 заявителей. Учитывая время работы, в день будем обслуживать около 150-200 заявителей. В ходе визита в новый офис МФЦ глава региона поручил усилить меры безопасности, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, а также закупить дополнительные рециркуляторы в учебный класс. Впрочем, на этом работа по развитию системы многофункциональных центров на территории муниципалитета не заканчивается. Как и рассказал Игорь Руденя, в ближайшее время в Вышнем Волочке планируется строительство еще одного филиала. Придется строить такой же, но по масштабу поменьше, такой же многофункциональный центр, такой же современный, на другой стороне города Вышнего Волочка, с другой стороны Октябрьской железной дороги, потому что поток очень большой, с той стороны у нас очень много людей с района, с Вышневолодского, говоря по-старому, и мы понимаем, что это должно быть для людей очень доступно и удобно. Масштабная работа планируется и по обновлению центральной районной больницы Вышнего Волочка. Совещание на эту тему Игорь Руденя провел на базе медицинского заведения. Ожидается, что благодаря реконструкции Вышневолодское ЦРБ станет крупным межрайонным высокотехнологичным центром. Здесь уже установлены магнито-резонансный томограф, рентген-оборудование. В больнице будут развивать телемедицину, закупать новую медтехнику, в том числе для помощи людям, пострадавшим в ДТП. Кроме того, будет построено современное отделение для больных с инфекционными заболеваниями. К концу года уже будет полная документация от текущего года, 21-го, и мы уже приступим в четвертом квартале 21-го года к началу мероприятий по реконструкции, по капитальному ремонту нашей Вышневолодской больницы. На сегодняшний день Вышневолодское ЦРБ является межрайонным медицинским центром и обслуживает около 200 тысяч человек из Вышневолодского городского округа, Балаговского, Успировского, Фировского районов, а также зато Озерный. Мощности больницы составляют 528 круглосуточных коек и 180 коек дневного пребывания. Также действует сеть поликлиник ЦРБ, ФАПов, женская консультация и Центр здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok